Уважаемые председательствующие, уважаемые коллеги, добрый день. Я бы хотел представить вашему вниманию доклад, который мы подготовили группой авторов, в том числе с Владимиром Анатольевичем и Андреем Владимировичем Мищенко, который курирует в Институте онкологии имени профессора Петрова службу визуализации. И поскольку парадигма и концепция ведения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в целом поменялась, и в связи с тем, что онкологический стационар, независимо от профиля отделения, также не обделен подобного рода патологией, мы проанализировали текущую нормативную документацию и выработали определенную концепцию ведения этих пациентов. Вообще идея внутригоспитального инсульта, о которой я буду сегодня говорить, она возникла на самом деле не так давно, и, конечно, пионерами в анализировании подобного рода случаев и концепции возникновения этих пациентов, конечно же, являются в большей степени таракальные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, поскольку вот именно хирургическое лечение данной патологии, оно, конечно, подразумевает более выраженное участие гипоксического фактора, дисметаболического фактора в этой патологии. А как выяснилось, да, и следующим этапом были работы в онкохирургии. Буквально на Конгрессе съезд неврологов, который состоялся буквально неделю назад, был представлен доклад именно в онкохирургии, опять-таки таракальные хирургии. А вот наш стационар в силу своей многопрофильности и в силу того, что у нас функционирует амбулаторно-консультативное отделение, мы также сталкиваемся с этой проблемой, и нам вот хочется поделиться, то, как выглядит ситуация с этими пациентами, ну, немножечко статистики. Данные говорят о том, что в среднем, если мы не говорим о пациентах, находящихся в стационаре, то количество этих пациентов приближается к 500 тысячам новых случаев в год, и часть из них имеют повторный характер. При этом есть высокая летальность, летальность характеризуется в разные сроки возникновения, а также есть проявление инвалидизации, что тоже принципиально важно. Не открою секрет, что острые нарушения мозгового кровообращения могут формироваться по ишемическому и по геморрагическому типу. Соотношение доминирующее количество, безусловно, является ишемический инсульт, и вся концепция, которая на сегодняшний день построена относительно лечения этих пациентов вне стационара, да, спонтанно возникающей или возникающей при другой патологии, она, конечно же, направлена на реперфузионное лечение, и это ишемический инсульт. Но кроме того, что мы имеем дело на сегодняшний день артериальные инсульты, нередко возникают ситуации, когда имеется венозный инсульт, и это представляет из себя некую сложность диагностическую. Кроме того, что можно сказать, говоря об остром нарушении мозгового кровообращения? Безусловно, это состояние неотложное. И все пациенты, которые имеют стойкие, более длительно существующие проявления неврологического дефицита, а также та категория пациентов, у которых возникают симптомы и регрессируют, это транцитольные ишемические атаки, согласно 928 приказу на сегодняшний день, 2012 года, они должны быть госпитализированы в специализированное отделение, и в чем его специализированность я покажу. Госпитализация предполагает неотложность в ее проведении. Также хочу обратить внимание на то, что порядок оказания помощи больным ЦНМК констатирует тот факт, что противопоказания для госпитализации больных с острым нарушением мозгового кровообращения не существует. Независимо от того, пациент был подвергнут хирургическому лечению по его объему и тяжести, а также сопутствующая терапия. Церебральный инсульт, особенность патологического процесса, понятно, что это заболевание, которое инвалидизирует и которое потенциально может являться вызывающим летальный исход. Быстрое нарастание неврологических симптомов, очаговых или общимозговых, характеризует именно ту клиническую картину, которая позволяет заподозрить именно подобного рода церебральную катастрофу. Быстрое начало, ну вот как по данным литературы, как по клинической практике, это несколько часов. Это быстрота. Эффективность системной тромбоэтической терапии, поскольку зона ишемическая, ишемического поражения она гетерогенная, и основная концепция – это реперфузия. Реперфузия на сегодняшний день для этого заболевания, она доступна двумя технологиями. Это тромбоэтическая терапия, есть чуть-чуть особенности, некоторая специфика для проведения тромбоэтической терапии, а также на сегодняшний день достаточно доступна и широко эффективна эта тромбоэкстракция. Ну вот буквально для… здесь приведены те данные, на которых базируется именно использование этих технологий. Но вот для системной тромбоэтической терапии с недавних пор в течение год-полутора расширены возможностью использования до 4,5 часов. Если пациент находится у нас в условиях стационара, то у нас более чем достаточно с вами времени для того, чтобы выполнить концепцию, именно реализовать технологию лечения инсульта для этого пациента. Стратегия, которая была сформулирована Хельсенборгской конференцией, 2006 год, подразумевает, смотрите, какие достаточно амбициозные цели. Ну, как минимум, основные направления профилактика, доказательная база, то, что я приводил в предыдущем слайде, это реабилитация, вторичная профилактика, число выживших пациентов к первому месяцу, это еще 2015 год, 85%. Ни одной оговорки относительно того, что сопутствующая патология, хирургическое лечение, цитостатическая терапия, ни одной оговорки в этой Хельсенборгской конференции не указывается. Независимость повседневной жизни 70%. Один из первых слайдов был представлен на те данные, которые характеризуют текущую ситуацию. Выжившие в течение, через два года 80 пациентов, ну и повторные эпизоды не более 10%. Классификация, которая используется на сегодняшний день по патогенетическим подтипам ишемического инсульта, их 4 как таковых, ну и плюс еще нередко мы формулируем инсульт, неизвестные теологии, когда у нас нет основания предположить или указать какой-то более очевидный фактор, вызывающий подобного рода проблемы. Как поменялась концепция ведения этих пациентов? Ну вот все начиналось с того, что приблизительно так же, как осуществлялось ведение пациента с острым инфарктом миокарда, пациента нельзя было, не рекомендовалось, я бы так сказал, не рекомендовалось никуда транспортировать и осуществлялось лечение на дому. Но кардиологи чуть-чуть оказались впереди в плане лечения именно подобного рода патологии, да, ишемической болезни сердца, потому что они получили отчетливый маркер поражения сердечной мышцы. Это ЭКГ-картина и тропониновый тест. Неврологическая служба, она чуть-чуть задержалась в своих возможностях, но тем не менее на сегодняшний день, вот этапом текущим является 2012 год, 928 порядок оказания помощи больных с ОНМК. Вот этот этап характеризовался тем, что были ликвидированы или значительно уменьшились осложнения, которые возникают у пациентов с нарушением функций движения. Это пневмония, это пролежние, это уроинфекция. Вот так выглядит нормативный документ, характеризующий концепцию лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения за подписью министра здравоохранения Вероники Игоревна Скворцова. Я еще приведу чуть позднее несколько документов, которые как раз-таки являются основополагающими в плане ведения этих пациентов. Итак, смотрите, что получается на сегодняшний день. Данные литературы говорят о том, что наиболее эффективным временем ведения тромболитического тромболитика, актилиза, является первые два часа. Чем дальше мы приближаемся, это для полушарного инсульта, для инсульта, который находится в бассейне сонной артерии. А для тромбоэкстракции получается 6 часов. И у нас есть опыт, несколько пациентов, которые были как раз-таки в рамках вот этой концепции госпитализированы в профильное учреждение и эффективно выполнена тромбоэкстракция при наличии противопоказаний для выполнения тромбоэлитической терапии, потому что выполняется массивная гипокоагуляция с возможностью растворения тромбов. А вот для тромбоэкстракции, смотрите, у нас какое получается есть большой временной, временная возможность. Ну, в итоге, реперфузия вещества головного мозга в первые часы оптимальна. Цель для геморрагического инсульта – устранение причины кровотечения, а также рецидивирование этого состояния. Минимизирует степень поражения остаточного неврологического дефицита. Одним слайдом буквально геморрагический инсульт, разрыв аневризма, чаще всего это пациенты молодого возраста, это субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, компьютерная томография является высокоинформативной в отличие от ишемического инсульта. В первые часы кровь видна сразу, есть более реальные риски тяжелого течения и гибели пациентов, но есть другие сопутствующие проявления, которые могут приводить к подобного рода проявлений. Паранхематозное кровоизлияние – это мальформации, в отличие от субарахноидального. Нередко они могут быть обусловлены спонтанными у пациентов с артериальной гипертензией. Также мы встречаем пациентов, когда имеются подтвержденные данные инсультоподобного течения кровоизлияния опухоль и трактуются на сегодняшний день эта ситуация как острое нарушение мозгового кровообращения со всеми вытекающими концепциями ведения этого пациента. Геморрагическое пропитывание на фоне антикогулянтной терапии, травматические уже показывал, а также осложнение реперфузионной терапии, как тромбоэлитической терапии, так и тромбоэкстракции. И вот здесь очень важным является указывать при транспортировке, при переводе пациента в профильное учреждение, очень важным является указывать начало заболевания. Чем более точно зафиксированы эти данные, чем более точно мы это время можем констатировать, тем меньше вероятность того, что пациент попадет в категорию осложнений реперфузионной терапии. Ну вот в условиях научно-медицинского исследовательского центра не онкологии, не Петрова, какие проблемы, какие концепции. Это эпидемиология, это количество случившихся эпизодов инсульта. По нашим наблюдениям готовится сейчас статистический анализ этих данных, и по нашим наблюдениям приблизительно 1-2 случая в месяц таких мы фиксируем, и это не только стационар, это консультативно-диагностическое отделение, стоит вопрос этиологии возникновения, и в рамках там, скажем, заключительного слайда я покажу именно вот этиология вопроса, который остается открытым, потому что есть категория пациентов, вот по нашим наблюдениям, где мы ни одного случая не зафиксировали, это детский возраст. Это классификация, как его классифицировать, это патогенетические механизмы основные, поскольку это пациенты, имеющие чуть-чуть больше факторов риска, чем факторы риска у пациентов с кардиоваскулярными рисками. Это исходы, это тактика ведения лечения, ну и первичная вторичная профилактика. В итоге, что можно констатировать? Условия для лечения больного с острым нарушением мозгового кровообращения – это специализированная больница. Должно быть круглосуточно работающее приемное отделение, лабораторная служба, дежурный невролог, КТ, нейрохирург, реаниматолог, рентгенно-эндоваскулярное хирургическое отделение, а также должно быть отделение для лечения больных с ОНМК. Больной с инсультом не может, согласно 928 приказа, находиться ни в каком другом отделении. Ни в гастроэнтерологии, ни в хирургии, ни в травматологии, ни в пульмонологии и так далее. Только согласно требованиям нормативного документа, только в отделении для лечения больных с ОНМК. Ну, другие документы, которыми мы руководствуемся. Это основополагающие документы, которые я уже упоминал. Это порядок оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стандарт скорой помощи больных с инсультом. Это утверждение стандарта специализированной медицинской помощи инфаркт мозга. Это транзиторная ишемическая атака. На каждой нозологии прописаны все эти документы, все нормативы. Далее есть по геморрагическому инсульту тоже ряд документов. Это субрахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние. Ну и субрахноидальное внутримозговое кровоизлияние – это стандарт специализированной медицинской помощи при данного рода патологии. Онкологический профиль. Что можно высказать? Ну, во-первых, настороженность всегда присутствует в том случае, если мы видим у больного выписки или указания анамнестически на перенесенный ранее эпизод острого нарушения мозгового кровообращения, единичные пациенты, находящиеся в нашем поле зрения, которые наблюдаются у невролога. Нам актуальным, конечно, является данное его обследование непосредственно в ближайшие сроки от предполагаемой химиотерапии, от предполагаемого лучевой терапии, а также от предполагаемого статического лечения. Ну и оптимальным является, когда эти пациенты являются полностью обследованы пациентами. Вот перечень обследований, которым является актуально для этой категории пациентов. Это электрокардиография, сущное мониторирование при подозрении в мерцательной ритме, поскольку 90% – это ишемический инсульт, причинно-следственно связанные события. Это дуплексное скоронирование, ну и можно высказать предпочтение в пользу этого исследования в сравнении с доплерографическими технологиями, потому что мы позволяем оценить внутрисосудистое образование, тромботические массы, имеющиеся в том или ином бассейне, нестабильные тросклеротические бляшки, которые выявлены и верифицированы, они позволяют корректировать медикаментозную терапию, анестезиологическое сопровождение, ну а также выбор оптимального режима статической терапии. В случае каких-то сомнений, подозрений, ну вот используется КТ-ангиография, более трудоемкая, более дорогая методика исследования, а КТ или МРТ в том случае, если мы проводим дифференциальный диагноз с какими-то другими проявлениями. Буквально одним слайдом медикаментозное лечение в первые 4,5 часа прописано опять-таки в перечне медикаментозных средств, и следующим слайдом я покажу именно ту специфику, которую используют для назначения. Ну симптоматическое ведение, конечно, это коррекция артериального давления, уровень глюкозы при наличии судорожного синдрома, противосудорожная терапия, гипотермия, контроль витальных функций, но ни один из этих параметров не является противопоказанием, я подчеркиваю. Нейропротекторная терапия, ну четких указаний, четких прописанных нет, ну вот, по крайней мере, скорая помощь, когда приезжает, забирает пациента и транспортирует его, они используют там производные янтарные кислоты, там цитофлавин, позволю себе назвать некоторые препараты, либо это миксидол и инъекционная форма. Обратите внимание, не дежурный врач стационара онкологического, либо какого-либо другого стационара принимает решение о выполнении тромбоэкстракции, то есть по сути дела наша задача, основная задача заключается в том, чтобы на основании клинических данных, ну наверное, даже вопрос относительно визуализации может не стоять, когда мы видим очевидные признаки остро развившихся симптомов, то нам, конечно, является актуальна транспортировка этого пациента в специализированное отделение. Вот лекарственные препараты, это клинические рекомендации по проведению тромбоэкстракции, вот препараты, которые являются нежелательными для их использования. Форосимид понятно, препараты сосудистого ряда могут вызывать обкрадывание, усиливать геморрагический компонент, когда мы не имеем возможности в визуализации нефидипин, не рекомендуется, ну и вот много вопросов относительно дексаметазона в методических рекомендациях прописано, что он не вызывает, не уменьшает явление отека головного мозга при инсульте. Ну, маленькая иллюстрация. Пациент с инсультом тяжелым, 17 баллов по шкале НХСС, и шкала это также требование порядка оказания помощи, проведение оценки тяжести инсульта по американской шкале в тяжести инсульта. Тригемиум не работает рука, нарушена чувствительность, выпало поле зрения слева. Соответственно, вот в правой половине, на момент проведения компьютерной томографии мы не видим никаких данных. И это, в общем, характеризует изоденственность этого участка и характеризует то, что при таком дефиците этот пациент потенциально пригоден для проведения тромболитической терапии. Это кандидат на реперфузионную терапию. Выполнена катая ангиография, мы видим стенозирование правой внутренней сонной артерии, что соответствует, характеризует данные проявления. Ну вот пациенту была выполнена тромбоэкстракция. Такого размера происходит эвакуация тромботических масс. По сути дела это на уровне рутинной технологии. В сосудистых центрах это сороковая больница, которая является ближайшим плечом для транспортировки наших больных. Ну вот любезно поделились тем субстратом, который удается эвакуировать при выполнении тромбоэкстракции. А вот тот же самый пациент, вот мы уже видим на этом исследовании через определенное время, порядка суток, вот уже видна гиподенсная зона. И это говорит о том, что проведение тромбоэлитической терапии вот на этом этапе, конечно, увеличит тяжесть состояния этого пациента, потому что практически полностью это будет зона потенциально с геморрагическим пропитыванием. Ну, стратификация факторов риска, которые в онкологическом стационаре. Это цитопения, это экстравазальное артериально-венозное воздействие основного заболевания, это выраженные проявления энцефалопатии, разные этиологии разного происхождения, а также ангиопатия, которая как затрагивает как артериальное, так и венозное русло. Что будет, если больного не лечить вообще с инсультом? Вот я нашел такие данные, в 2014 году опубликованы, получается, что только 10% потенциального пациента, которые не лечены, мы не говорим сейчас об онкологической патологии, те, которые могут потенциально иметь неврологическое восстановление, а большая часть, ну, 90% пациентов, это те пациенты, которые, скорее всего, погибнут при отсутствии лечения этого инсульта. Итак, в заключении своего сообщения я бы хотел сказать следующее. Итак, развитие острого нарушения мозгового кровообращения, время, фактор риска и концепция, время – это мозг. Очаговые мозговые синдромы характеризуют клинические проявления острого нарушения мозгового кровообращения. Каждый пациент в силу того, что большая часть ишемического инсульта, кандидат на реперфузионное лечение, 4,5 часа тромбоэлитическая терапия, 6 часов тромбоэкстракция, нормативный документ, который я приводил ранее, внутригоспитальный инсульт не только церебральный для онкологического многопрофильного стационара, в том числе характерным является то, что есть и спинальная симптоматика, и это стратегическая категория рисков. Ну вот, буквально по нашим наблюдениям по взаимодействию с 40-й больницей два случая фиктивной тромбоэкстракции у пациентов с онкологическими заболеваниями, да, то есть это, по сути дела, полноценно качественное, качественное, качество жизни полноценно для этих пациентов. Ну, конечно, потенциально сохраняется риск рецидивирования этого процесса, а также мы обратили внимание, что с детского отделения и среди популяций в детском возрасте у нас ни одного случая острого нарушения мозгового кровообращения не зафиксировано. И это как раз-таки вызывает некую потребность обсуждения всё-таки, что же является ведущим фактором риска у пациентов с онкологической патологией в случае возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...